Как очистить печень от жира? Это актуально почти всем людям. Многие об этом просто даже не знают. Но есть ли у вас этот главный симптом? Скоро вы узнаете. И тогда поймете, что это не шутки. Для вас это тоже важно. Итак, действительно от этого зависит ваша жизнь, здоровье и долголетие. Сегодня я расскажу именно о очень опасном и невидимом симптоме, о состоянии печени, о ее ожирении. Напомню, что печень никогда не болит, когда страдает, когда в ней начинаются структурные изменения. Так как в клетках печени, гепатоцитах нет нервных окончаний. Важно помнить, что печень выполняет в организме более 500 различных функций и задач, главной из которых является фильтрация нашей крови и удаление из нее многих токсичных соединений. И первый удар от них принимает на себя именно печень, а уже потом почки. Здоровье печени это еще и защита почек. А вот ослабить функции печени можно легко и просто. Как и сделать печень жирной, вялой и уже не в полной мере выполняющей свои важнейшие задачи. Так вот, главная причина всех болезней печени и дальнейших проблем со здоровьем – это ожирение печени. А главная причина ожирения – это неправильное и чрезмерное питание, особенно сладким. Каков же главный симптом ожирения печени? Это выпирающий вперед живот. Есть выпирающий живот, знаете, это всегда проблемы с печенью. Вообще существует два вида ожирения – подкожное и висцеральное. Это ожирение внутренних органов. Если живот вперед, свисает, это, помимо возможного всего прочего, обязательно жирная печень, уже не выполняющая в полной мере свои важные функции и задачи. Висцеральный жир – это дисфункция внутренних органов всегда. Пусть явные болезни придут и не сразу, врачи их еще не определят, но это симптом будущих болезней и, конечно, возможно, уже имеющихся болезней. Жирная печень – это всегда воспаление в тканях, это образование в дальнейшем фиброзных тканей, а в будущем, если не лечить, и цирроза, и вообще, вплоть до отказа работы печени, и, значит, гибель всего организма. По мере отказа функций печени в организме накапливаются токсичные отходы жизнедеятельности организма, которые не перерабатываются и не выводятся в полной мере наружу, еще и потому, что снижается выработка печенью желчи. Значит, плохо усваиваются жирорастворимые витамины А, Е, Д, К, а также омега-3 жирные кислоты, а значит, уже идет нарушение обмена веществ. Далее. Из-за ожирения печени возникает высокая концентрация гормона кортизола, так как жирная печень уже не может контролировать допустимое нормальное количество кортизола, гормона стресса. Тогда у человека возникает слабость, апатия, чрезмерная усталость, так как возникает усталость надпочечников, и это все напрямую друг с другом связано. Еще одна проблема жирной печени – это возникновение повышенных концентраций гормона эстрогена, особенно тех, кто пьет пиво, ведь в пиве есть хмель, а при варке хмеля образуется и попадает в организм далее человека, кто пьет это пиво, аналог гормона эстрогена. Но больше всего печень страдает, если есть сладкое. Особенно, кто любит есть много сладкого, тем более синтетического, содержащего сахар. Всякие пирожные, эклеры, тортики и так далее, особенно вечером, и уж тем более на ночь, а есть такие люди, их немало, кто часто и опять-таки вечером ест пищу, напичканную гормонами. И вот тогда, особенно у мужчин, начинается и подкожное ожирение, и начинает даже расти грудь. Но у женщин иногда растут усы. Это серьезный гормональный сбой в работе организма, и одна из первопричин здесь – ожиревшая печень. Ну а такие состояния – это повышенный риск развития любого вида рака. Помните, что губит печень алкоголь, различная химия в еде, в воздухе, в быту и особенно сахар. Сахар приводит к ожирению печени, особенно моносахарид фруктоза. Ну а теперь вторая часть видео – детоксикация жирной печени или как укрепить печень, сделать ее здоровой, убрать ожирение печени. Минуту моей рекламы. Качественной, уникальной и очень нужной всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа, но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами. А значит, снимает сухость слизистой и перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос и горло, давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео, ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского академгородка, гель для суставов глубокого проникновения, для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналога в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти 4 видео об этих 5 продуктах я дам вам в описании под этим видео, под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Фульвовые кислоты. Посмотрите видео непременно о этих фульвовых кислотах. Ссылку оставлю. Во-первых, это семена расторопшей. Я во многих видео своих ранее говорил, в том числе в видео о печени. Как все это делается? Очень просто. Размалывается в кофемолке, в мини-блендере семена расторопшей. И начинает чайные ложки, а за 2 недели, увеличивая плавно дозу, дойдя до столовой ложки, порошка в день, 3 раза в день, таким образом, либо перед едой минут за 30-40-50, либо после еды, через 30-40-50-70, неважно, минут, съедать эту столовую ложку, запивая теплой водой. Таким образом, семена расторопшей надо принимать долго, от полугода до года, и печень будет, что называется, как новая. Есть, конечно, и сборы с расторопшей, но это уже отдельная тема. Второе, это трутовик лиственничный, это высший базидиальный гриб, очень мощное гепатопротекторное средство. Входит он и в антипаразитарную программу, которую я рекомендую уже много лет проходить всем людям, каждый год, 2 раза в год, потому что паразиты это огромная проблема. Есть паразиты некоторые в печени, например, аписторх, аписторхоз заболевания. Аписторхи живут до 40 лет, и питаются они именно клетками печени. А попадают в организм человека с рыбой. Ну, я сразу скажу, что это лишь вершина айсберга. У меня есть очень важная лекция, длинная, 4-часовая, но жизненно важная для каждого человека, чтобы любой понимал, как происходит процесс заражения, посредством каких предметов или животных и так далее можно заразиться, какие правила гигиены надо соблюдать, ну и так далее. В общем, вот это видео, посмотрите непременно, ссылка будет в описании. Так вот, антипаразитарная программа, у нас она есть, ссылка на нее тоже в описании под этим видео. Я советую два раза в год всем людям проходить ее обязательно. К тому же, эта программа является еще гепатопротекторной. И в плане прохождения антипаразитарной программы безопасная, в отличие от проклятой химии, всяких вермоксов, декарисов, от которых уничтожается печень, почки и другие органы. Далее. Третье. Необходимо убрать сладкое. Все, что сладкое. В идеале перейти на веганское кето-питание. Убрать вареные крахмалы обязательно. Крахмалы уничтожают печень, кроме резистентных крахмалов. То есть такие продукты можно, как, например, ледька, репа, брюква, турнепс, корневой сельдерей, дайкон, но не свеклу и морковь. Четвертое. Ешьте как можно больше зелени, особенно дикоросов. Самые полезные из дикоросов это крапива, сныть, молодые листья дуванчиков, лебеда, лопух. Если нет возможности желания собирать, на все эти пять видов дикоросов у меня есть видео, пять видео на моем канале. Можете их посмотреть. Если нет возможности желания собирать, у нас четыре из них всегда есть в виде порошков вакуумной сушки с полной сохранностью всех питательных лечебных свойств. Тогда в этом случае по чайной ложке, например, крапиву сныть в салат, скажем, на завтрак, ну а на обед куда-нибудь, в любую пищу, по чайной ложке лебеда и лопух. Это огромное дело будет, колоссальное. И отдельно скажу про такую зелень, как мангольд, это листовая свекла. Хотя можно молодые побеги, свеклы обычной тоже есть и в салат, это великолепно. Горьковатый вкус, вообще запомните, все, что горькое, ну кроме ядов каких-то, само собой, мы говорим о зелени нормальной, полезно для печени. То есть, если это рукола природная, дикая рукола, либо вот семена берете дикой руколой прорай, она будет горькая, не селекционно, как выведенные уже такого приятного ореха, у вкуса сладковатый. Чем горче, тем для печени это полезней. Пятый пункт, крестоцветные. Это разные виды капусты, брокколи, кальраби, это все полезно, особенно посмотрите непременно мое видео брокколи. Так вот, проростки брокколи, грамм по 30-40 в день, именно вершков, верхушек, микрозелень, ешьте обязательно, уникальное очистительное, в том числе для печени, натуральное средство. Знаю, некоторые спросят, а где же купить семена брокколи, не в маленьком пакетике, так сказать, за граммы там, а вот чтобы полкилограмма килограмм за какие-то разумные деньги. Пожалуйста, у нас это есть, можете приобрести, ссылка будет в описании под этим видео. Шестой пункт, спирулина и хлорелла, уникальные БАДы, концентраты питательных веществ, это натуральные водоросли, ну хлорелла это вообще одноклеточная водоросль, которые содержат в своем составе, например, всю практически линейку витаминов группы В, А, Е и многое-многое другое. Седьмой пункт, гель-сорбент, я не буду сейчас специально говорить, что это такое. Вы посмотрите непременно вот это видео, где мы с доктором объясняем, рассказываем о свойствах, 3 в 1, как минимум, свойства в этом уникальном геле, который и очищает кишечник от токсичных веществ, помогает взращивать нашу кишечную симбиотическую микрофлору, а также другие важные функции содержат в себе вплоть до улучшения состояния кожи. Восьмой пункт, бактерии и вита. Это симбиотические пропионовые бактерии, и если у вас есть любые дисбактериозные состояния, сибр, синдром дырявого кишечника и так далее, есть газа, вздутие, тяжесть в животе и так далее, у вас нарушена работа симбиотической кишечной микрофлоры, а тем более, если вы проходили курс антибиотиков, не дай бог химии лучевой терапии, ну мало ли, и так далее, это просто необходимо восстановить работу, нормальную работу симбиотической кишечной микрофлоры, учтите это. Это еще старая советская разработка, ссылку на бактерии и виты тоже оставлю. Девятое, холин. Это витамин В4, по-другому он так называется. Так вот, я советую 400-800 миллиграмм в сутки, даже грамм можно, можно и больше, но не нужно, принимать обязательно два раза в день. Ну, то есть, один грамм разбить на две равных части, принимать по 500 или по 400 два раза в день. Это вещество растворяет жир в печени, помогает этому. Содержится он в желтках яичных, в крестоцветных во многих, тот же брокколи, например. Ну, вы можете посмотреть и принимать, допустим, если вы будете есть брокколи и там 2-3 яичных желта в день, то, конечно, можно и меньше. 400 миллиграмм, но все-таки отдельно стоит хотя бы месяца 2-3 подряд. Это поможет снять жир с печени. Десятый пункт. Интервальное голодание или, по-другому, интервальное питание. У меня было такое видео, ссылку оставлю, но так вот, суть в чем? Интервальное голодание, когда вы едите в течение суток в периоде 8 часов, но потом, скажем, 18 часов не едите, то запускается процесс аутофагии, самоочищения на клеточном уровне, в том числе и на уровне клеток печени, безусловно, в первую очередь. Это очень эффективный метод, а в совокупности, если вы будете учитывать одно, другое, третье, это будет феноменальный результат. Ну и, конечно, интервальное голодание продлит вам жизнь в любом случае. И в этой связи мое другое видео, почему не стоит есть после 16.00. Посмотрите и его. Одиннадцатый пункт. Метионин. Вот эта аминокислота амитионин, конечно, тоже стимулирует, скажем так, качественную работу печени по регенерации клеток самой печени гепатоцитов. Ну что ж, дорогие друзья, вот вы услышали простые методы, которые может любой человек сделать себе, позволить, и более затратные, да, финансово, но зато более эффективные. А если в совокупности, то результативность будет еще выше. Надеюсь, это видео вам понравилось, поможет. Вот можете быть уверенными на 100%, что эти методики эффективны. Вы попробуйте и напишите. Вернитесь к этому видео месяца через 2-3 и опишите ваше состояние. Ну а кто пробовал уже эти методики мои, хотя бы частично, напишите тоже под этим видео. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Список важных видео я ставлю, как всегда, под видео, по ссылкам. Приобрести те или иные и вообще любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.